Очень легко впасть в уныние, отчаяние, разочароваться со всем. Что это означает? Это сложный пример, это легкий пример. Ну, Иван Валерьевич, а вы чего хотели? Однажды Ященко придумал очень простой параметр. По крайней мере, он был в этом уверен. И он уговорил свою команду дать этот параметр на ЕГЭ. И каково же было его удивление, когда оказалось, что с этим параметром не справился почти никто. Ну, Иван Валерьевич, а вы чего хотели? Это же не графика, это не аналитики. Это другое. А что это другое, мы сейчас разберемся. Ты на канале Профиматика, меня зовут Тебереколов. Ну и давай посмотрим, что же там за параметр. Итак, уравнение было вот такое. И с виду оно действительно выглядит пугающе. Здесь и кубический корень, какие-то странные коэффициенты, а еще логарифм, а еще параметр, а еще любое решение принадлежит отрезку от одного до трех. Здесь, честно говоря, действительно очень легко впасть в уныние, отчаяние, разочароваться со всем и порешать какую-нибудь другую задачу. Но мы так поступать не будем, мы решим эту. Значит, куда мы здесь будем смотреть? На самом деле, давайте о чем подумаем. Ну хорошо, у нас все-таки параметр стоит отдельно. Это уже плюс. Параметр стоит отдельно. И есть какие-то выражения. Причем эти выражения максимально разные. Здесь кубический корень, а здесь логарифм. Ну то есть, скорее всего, каким-то нормальным способом решить это неравенство мы не сможем, ну ровно потому, что вот эти два слагаемых слишком разнородные. И здесь нужна какая-то идея. И хорошо бы, цепляясь за идею, подумать, что мы знаем про вот эти вот функции. То есть давайте мы с вами честно посмотрим на функцию f от x. Ну то есть я обозначу вот это выражение как некоторую функцию f от x. 4 корня кубических из 3,5 x минус 2,5. И обозначу функции g от x 3 логарифма от 3x минус 1 по основанию 2. Вот, собственно, ввел я две вот такие функции. Ну хорошо, и чего? А вот оказывается, что у них есть очень интересное свойство. Оно заключается в том, что на самом деле, чем больше я буду сюда подставлять x, тем на самом деле больше у меня будет f от x. Тем больше я беру x, тем больше у меня подкоренное выражение. Ну а раз у меня корень кубический, то, соответственно, тем больше у меня будет значение кубического корня. На самом деле, если говорить более формальным языком, если я рассмотрю функцию, я сейчас не буду уже записывать, но с названиями вот такую функцию, если я рассмотрю, она явно возрастающая. Ну, потому что это линейная функция, график у нее прямая, коэффициент k положительный, ну, значит, она просто вот возрастает. Ну, а корень кубический, корень кубический из x, это на самом деле тоже возрастающая функция. То есть, чем больше x, тем больше становится вот это выражение, это очевидно, ну, потому что эта часть неизменна, эта часть возрастает. Ну, а значит, тем больше становится подкоренное выражение, значит, тем больше становится корень. То есть, вывод на самом деле такой, что f от x возрастает. f от x возрастает. Ну а что сказать про g от x можно? Про g от x можно сказать то же самое Если у нас 3x минус 1 больше 0 Вот, то, соответственно, давайте посмотрим на эту функцию Значит, смотрите У нас есть логарифмируемое выражение 3x минус 1 И оно у нас возрастает Потому что это, соответственно, линейная функция И коэффициент k здесь положительный Ну и, на самом деле, логарифм x по основанию 3 Это тоже возрастающая функция, если x больше 0 Ну, значит, если я беру какой-то x, то это выражение положительное Ну, чем больше x я беру, тем больше вот это выражение Значит, тем больше вот здесь x Ну, значит, тем больше g от x Тогда я могу сказать, что g от x тоже возрастает Но здесь я напишу при x больше 1 трети Ну, потому что у меня логарифм И выражение под знаком логарифма, конечно, должно быть положительное Значит, x должен быть больше 1 трети Ну, а тогда, если я свожу f от x И g от x То, очевидно, сумма тоже будет становиться больше Потому что тем больше x я беру Тем, соответственно, у меня больше стало g Тем у меня больше стало f И тем больше стала сумма Возрастает при x больше 1 трети Вот такая вот классная штука На самом деле, то, чем мы здесь пользовались Это свойство функции Свойство функции составляет примерно 30% задач с параметром Есть аналитические методы решения Есть графические методы решения Есть функциональные методы решения задач с параметром Вот это из раздела функциональные методы Который обычно у всех проседает Но не беда, можно прийти к профиматике На марафон по параметрам Ну и, собственно, на марафоне по параметрам Будет 15 дней, посвященный функциональным методам Решения задач с параметром и там вот как раз прокачать себя в том, как работать с подобными параметрами. Если вы хотите это сделать, то я буду рад видеть вас на нашем марафоне. Ну а мы продолжаем решать задачу, и получается тогда следующее. Ну на самом деле, если я добавлю вот сюда параметр, то есть если я вот здесь просто припишу 2а, то в этой строчке не поменяется ничего, потому что я число добавил. Некоторая константа на возрастание никак не влияет. Ну а если это так, то у меня получается какая-то возрастающая функция. Здесь я все-таки нарисую график. Значит, я честно здесь возьму выколотую минус 1 третью. В минус 1 третьей у меня значение будет непонятно какое, но я четко понимаю, что вот как-то, как-то моя функция там от этой минус 1 третьей будет возрастать. А это значит, что нулем она может стать ровно один раз. Это важно, что моя функция каждое свое значение принимает ровно один раз. Она один раз 0, она один раз единичка, она один раз десятка. Ну и так можно сказать про каждое значение. Нас волнует только 0. Вот. И это происходит как раз потому, что она возрастает. Ну а теперь давайте посмотрим. Любое решение принадлежит отрезку от 1 до 3. Ну, предположим, красная точка лежит в отрезке от 1 до 3. Давайте подумаем, что это означает на самом деле для возрастающей функции. Это означает следующее, что в точке 1 ее значение либо меньше 0, либо равно 0. Ну, равно 0, если у нее корень единички. А в тройке ее значение либо больше 0, либо тоже так же равно 0. Ну, какой-то вот там случай функции, проходящей через тройку, нас тоже устроит. Вот. То есть мы понимаем, что если у нас f от 1, вот здесь уже не f, нам нужно все вот это выражение. Давайте я вот здесь позволю себе ввести еще одно обозначение. h от x равное вот такой вот сумме трех выражений. Вот если у меня h от 1, моя функция, вот это вот у меня h от x. h от 1 у меня меньше либо равно 0. А, соответственно, h от тройки больше либо равно 0. Это означает, что как раз, смотрите, вот у меня есть моя функция, возрастающая h. А в, соответственно, единица ее значение где-то вот здесь, включая эту точку. Ну, а в тройке ее значение где-то здесь. Вот где-то на этой полосе она пересекает. Ну, тогда мы понимаем, что на самом деле такая функция... Вот одна точка здесь, другая точка здесь, но такая функция неминуемо пересечет наш отрезок от 1 до 3. Ну и наоборот, мы также понимаем, что если у нас есть корень на промежутке от 1 до 3, то здесь значение будет не меньше 0, а здесь не больше 0. Вот. И получается, что на самом деле наша задача свелась к тому, что достаточно проверить вот эти два условия. Вот так давайте их проверим. Я подставляю сюда единичку, и что я получаю? Так, под корнем у меня 3,5 минус 2,5 это единица, 4 на единицу 4. Дальше. Здесь у меня 3 минус 1, 2 логарифт 2 по основанию 2, это единица, плюс 3, плюс 2а. И это должно быть меньше либо равно 0. Подставляю тройку. Умножил здесь 10, 10,5 минус 2,5 это 8, корень кубический из 8, 2, 4 на 2, 8. Дальше. 9 минус 1, 8, логарифт 8 по основанию 2, это 3, 3 на 3, плюс 9, плюс 2а, и это должно быть больше либо равно 0. Вот такие вот два условия. Ну тогда получается, что 2а меньше либо равно минус 7, но при этом 2а больше либо равно минус 17. Вот, ну и тогда мы получаем, что а меньше либо равно минус 7 вторых, и а больше либо равно минус 17 вторых. Вот, ну и на самом деле на этом наш пример решен. Получается ответ а принадлежит от минус 17 вторых до минус 7 вторых. Вот такой вот пример, который Ященко придумал и дал на ЕГЭ, и неожиданно с ним не справились. Как вы считаете, это сложный пример, это легкий пример? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вы хотите, чтобы на ЕГЭ вас подобными примерами нельзя было удивить, то у вас есть вариант либо пойти к нам на марафон по параметрам, либо прийти к нам на курс Ключевая сотка. Ну и уже на этом курсе мы с вами сможем подготовиться не только к параметрам, а вообще к любому заданию профильного ЕГЭ по математике, так чтобы оно не стало для вас сюрпризом, и чтобы вы получили на ЕГЭ свой честно заработанный высокий балл. И поступили в ваш ВУЗ мечты, чего я вам, собственно, искренне и желаю. С вами был канал Профиматика, Игорь Уколов, математика будет понятной, особенно если смотрите на нашем канале, что, собственно, я вам и желаю делать. Так что до новых встреч и все, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»